На высоте был я. И когда надо было помолиться, и вот не было этого причастия Христа. А когда причастие Христа, ты Христом пропитываешься, а Он тобой. Когда вот это происходит, какая-то ревность сразу возникает, не знаю, какая-то реакция совсем другая. Не человеческая, божественная реакция какая-то. А реакция, знаете, как у меня была такая? Я даже не помню всех слов, какие я говорил, что я говорил, что будем молиться за воскрешение. Будем молиться за... Я не помню, что я говорил. Наверное, а, врач этот, или я запомнил, я не запомнил его так сильное лицо, но его взгляд запомнил. Знаете, не знаю, может он психиатр, но, короче, как на психах смотрел. Вот реально, я как бы в фильмах показывал, знаете, врач смотрит на пациента, и этот, тот что-то говорит на своей волне, а этот оценивает притом так, он на меня смотрел, как на дурака. Вот, значит, и... Но, слава Богу, когда ты вот в Бога пропитываешься, в Богом, да, значит, даже вот эти моменты, они на тебя не влияют. Потом по-человечески было бы, ну, как бы, обидно, что он где-то смотрит, как на дурака смотрит. А вот, значит, а... А здесь даже об этом не думал я совершенно. И я отвернулся, и туда протискиваюсь, протискиваюсь, где женщина? Ну, она, правда, страшно лежала такая, зелено-черная какая-то, пепельная такая зеленая. И глаза туда захотелись, значит, ну, страшное зрелище, конечно. Вот, значит, и... А, еще... Я отвернулся от врача-то, но буквально, знаете, как говорят, вот шерсть дыбом. Вот реально, его взгляд меня сверлил буквально, вот я чувствую шкурой. Если бы у меня было врача-то, она поднялась бы дыбом, наверное, вот реально от его взгляда одного. Вот, но я все равно смотрел, значит, вперед, не оборачивался на него. А женщины плачут и говорят, эти проводницы другие там, что, а мы не можем молиться, батюш, мы не можем молиться. Говорю, а он мне когда-то такая, не знаю, я так не риснул бы, по-человечески я так никогда не говорил никогда раньше. Я сказал, можете, говорю, притом так и сказал, можете, что я точно сказал, что они могут молиться. Просто сами не знают, что это, но они могут молиться. Я говорю, можете молиться? Ну, как говорится, я к тревогу, так до Бога. Человек может любой молиться. Вот, знаете, да, просто в какой ситуации человек окажется. Вот, и самое интересное, что они повторяли, я говорил слова какие-то, они повторяли, что-то говорили сами, я даже не знаю. Но молились за эту женщину, и я не за упокой, за ее жизнь. И началось чудо. Началось с того, что глаза ее стали возвращаться. Она, признаки жизни на лице появились. Вот, она по-прежнему страшна была такая вся, значит, но глаза уже туда, вот сюда вот уже возвращались. Женщины плачут, молятся, повторяют. Кстати, интересный момент был. Я потом, когда вот запомнил, одна из проводниц, она сама берет, притом я даже ни слова не говорил, к ним не обращался, к этим людям больше. Она сама берет какую-то пачку сигареток. Вот, 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 я помню, она вот так вот ее раз и прям вот так прям топтала прям. Ничего себе, она сама, притом это было просто неправисвольно, это просто автоматически произошло как-то у него. То есть, получается, вот это присутствие Бога, да, когда погружаешься в Него, да, то оно влияет на людей очень сильно. Врач уже не смотрел, как это психа. Он просто, ну, как говорят, без комментариев, знаете, просто без комментариев. Он просто молчал, просто молчал, но уже не бурил взглядом уже. Когда я потом повернулся, он уже вот так вот не смотрел таким вот, ну, как на врага народа, знаете ли. Вот, на буржуазию, например, вы, значит, вот, Ильич там сверглил взглядом, значит, так. Вот это уже нормально смотрел, но, понимаете ли, но уже он, это, молчал. Он, я раньше молчал, он просто молчал именно так. Вот, а, и этот начальник поезда тут же, он, значит, по этой связи говорит, отбой трубовозки давайте, вызывайте снова реанимационную машину. А оттуда слышно, да что у вас там происходит? Я уж не помню, что он там говорил, но он запомнился их фразы, да что у вас там происходит? Они, как бы, представляете, значит, вызывают там трубовозки, потом одной трубовозки, давай снова реанимационную машину на станцию. Ой, короче, кино. Значит, и молимся, они что-то говорят, эти женщины, и все. Да, короче, ну, почти до самой станции, в принципе, я там был у них, там, с этими проводниками. Она хорошила на глазах, эта женщина. Вот, и с такой страшной такой, она, знаете, как Фиона, какого-то, зеленоватая такая, в мультике там. Она оставилась такую, как бы, ну, человеческое лицо у нее стало появляться. Вот, значит, не огры, а нормальное лицо стало появляться у нее. Значит, и, ну, она, правда, еще оставалась страшной такой, значит, все-таки еще, но уже похожа на человека была, по крайней мере. Понимаете, и глаза, а, еще, она губами что-то еще шептала что-то, она пыталась что-то произносить, значит, ну, я так понимал, что она что-то повторяет. Или, может, сама что-то говорит, ну, там не было это, понятно, что там. Ну, но дальше было самое интересное, значит, уже ближе к самой станции, уже перед самой станцией, я уже пошел туда на свое место, проводники там еще оставались. Вот, и, представляете, значит, дали отбой снова реанимационный, потому что она себя уже настолько хорошо чувствовала, эта женщина, что она могла вообще говорить даже и сказала, что, значит, что довезите меня до конца, там осталось не так много. Вот, значит, там она живет, получается, да, ну, я понял, что в больницу по месту жительства, чтобы не на той станции. Такие сосаживали, вот, значит, что доедет до станции своей, вот это да. А дальше было еще больше, когда через, там, буквально, 2-3 станции еще проехали мы, какие-то были такие, ну, такие маленькие остановочки такие. Эта женщина, проводница, уже входит, уже розовенькая, красивая такая уже, ходит с чаем, разносит чаем. Представляете, хватит в обузке, она уже ходит, правда, а мне еще было, еще несколько станций было проехать, надо было. Правда, ехать с репутацией еще творца было сложно уже, что люди смотрят, друзья, выйди от нас, как бы, вот, хотя потом, вот, после драки флаками не машут, а вот надо было, судя по какой-то речи задвинуть наверху. Да, ладно, россияне. Попокаясь с тобой или что-то еще такое. Но, знаете ли, речи, это речи. Значит, говорить можно много чего. Но самое главное, таинства происходят даже не от информации, а происходят от самого действия, Божьего Духа. Вот, я убежден, что люди, которые там оказались попутчиками, да, или вот, там, проводники эти самые, вот, для них свидетельство, вот, по крайней мере, даже вот, я знаю одно, что, вот, та женщина, а, кстати, ну, я еще дал-то пару наставлений каких-то там, таких, таких, ну, по поводу и пьянства, и все, она же отравилась какой-то самогонкиным, какой-то там, значит, там, ее померла от этого, собственно, вот, как бы, та женщина. И, вот, а здесь, у нее, конечно же, сразу, что все, больше ни грамма, вообще, все это, как бы, никаких больше угощений, там, значит, там, и прочее, прочее, вот, та женщина, которая эти сигареты скрутила, топтала, значит, она сама это делала, то есть, получается, у нее облечение какое-то началось, да, у кого-то еще. Ну, думаю, и даже для того врача, который, так вот, стектически все относился, но для него тоже было свидетельство такое, вот, знаете ли, повод задуматься, хотя, есть такой род, конечно, порой встречается, что, как говорится, хоть пол на главе чеши, вот, значит, Иисус говорил по этому поводу, помните, в притче, да, что есть такие люди, что даже если измерло, кто воскреснет, все равно не поверят, вот. Вот. И, конечно, да, это тяжелый случай. Вот. Жалко. Это я вспоминаю вот того врача, покойного уже хирурга в Королевце, который был атеистом, и там этот медперсонал, это где с мальчиком произошло, в 2003 году воскрешение, он был свидетелем, но не воскрешения, правда, но исцеления сверхъестественного. И для него, как для такого уже закостенелого атеиста, да, он был человек уже далеко не молодой, и, значит, и младший медперсонал, вот эти все санитарки, медсестры, они, там, говорили, и потом тоже, когда приезжал к ним в Королевец, проповедовал там в церкви, приходили, как раз этот медперсонал приходил на служение, они говорили, что он был атеистом по жизни, был таким, известным там атеистом. А я спрашивал, значит, ну, а перед смертью хотя бы он, может, как-то, ну, к Богу, скорее всего, тогда оставался атеистом, насколько они знали. Но я говорю, ну, не будем спешить судить, потому что мы не знаем вообще всего, потому что Господь порой принимает людей на последнем даже издыхании человека. Знаете ли, лучше поздно, чем никогда вообще. Вот, моя бабушка была атеисткой, вот, значит, и такой безбожницей, ну, ветеран ЧК, НКВД, значит, да, значит, но за 90-е было уже лет ей, когда она ушла в вечность, но перед смертью, вот, за где-то за полгода, вот, слава Богу, она вот обратилась, мы молились, я молился вместе с ней, просто я свидетельствую об этом. Вот, вот, вообще, кто мог подумать вообще, что она покаясь, она очень такая железная была женщина, очень такая крепкая, такая, и вот характер вот такой непробиваемый просто. А здесь, понимаете, вот она молилась, и я спрашивал, я тогда, когда молились, мы, да, помолились, я спросил, бабушка, молились, когда-то, нет. То есть она очень такая была, такая жесткая женщина. Но Господь дал, понимаете, даже в таком состоянии, душе дал шанс покаяться. Поэтому мы не знаем, даже человек порой и всю жизнь и отрицает Бога, и воюет с Богом, но шанс есть покаяться всегда. Хотя, по Божьему плану, все-таки, как я его сравнил с внутренним развитием, да, Божий план, чтобы все-таки не пробирочно, да, потом, как бы, вот, а чтобы произошло зачатие, как бы, да, и развитие гармоничное, и не прежнее время, а во время свое, время свое, и человек ушел, значит, 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 и в этой жизни прославил Господа, вот, значит, и исполнил волю Божью, всю волю Божью исполнил, и ушел в вечность. Это совершенная воля Божья, совершенный план Божий на эту землю, на это земное наше бытие. Слава Господу! Пусть Бог благословит вас, святые друзья, вот, и пропитываемся Господом наше причастие, Евхаристия, хлебопреломления. Это, я говорю, не качество хлеба, да, плод виноградного сына, сок виноградный и хлеб. Казалось бы, да, это образ такой, образ, довольно простой образ, да, и, с другой стороны, это таинство. Я верю в то, что совершается наше присуществление. Вот, говорят, вот, значит, присуществление хлеба и вина, я верю, что наше присуществление происходит. Бог в нас, а мы в нем. Приветствую. Рады генеться вообще. Слава Богу. Вот. И, кстати, а времени у нас сколько? Беспублика. А, ну, Виктор же не принят, я, 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 я все вспоминал. Ладно, хорошо. Жалко, да, отец Виктор не сможет быть сегодня, по телефону говорили, вот, с ним, значит, он не сможет быть сегодня. Даст Бог, уже тогда, значит, уже, ну. На наступную, согласую. Наступную, да. На неделю, да, будет. Ну, так что, братья, сестры, такая история. Помолимся сейчас, и подложим. Отец, благодарю Тебя, Господь, Бог Святой, за милость Твоей спасение. Боже, благодарю Тебя, что Твоей любовью мы рождены. Твоей любовью, Господь Божий, Твоей благодатью, через кровь Сына Твоего, Иисуса Христа. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь всей вселенной. Слава Тебе, Боже. Я прошу Тебя, Боже, пусть наше это развитие, Боже, духовное перерождение, оно свершается. Боже, день от дня, наше погружение в Тебя и пропитывание Тобою, Господь Божий, свершается. Во имя Иисуса, Боже, пусть каждый из нас исполнит всю Твою волю, Боже, и вечность уйдет, Господь Божий, прославив Тебя, Господь, во всем. Слава Тебе, Господь. Благослови народ Своим миром во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя, да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя, и даст Тебе. Мир во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Присядьте, братья и сёстры. А причастие у всех разное понимание есть, конечно. Разные представления вообще причастия. Зависит от нашего опыта познания Бога, Богопознания, от теории и практики, в которой мы находимся. Но, как бы мы ни понимали, сколько бы мы ни понимали, самое важное свершение этого Таинства в том, что Бог, Он действительно нам напоминает о своей великой любви. Рассуждение о теле и крови Христа. Причастие, оно совершается не просто, говорю, ртом, да, или желудком нашим. То, что входит в нас, оно и исходит, и Иисус говорил, чем очищается всякая пища. И оно не может нас не осквернить, то, что мы кушаем, да, и тем более осветить не может нас. Вот, но, а что же освещает или оскверняет человека, да? Оскверняет человека или освещает то, что здесь и то, что здесь. И сердце исходит, помыслы исходят, которые либо оскверняют человека, либо освещают, наоборот, человека. И интересно, самое великое, что освещает человека, вот, и, наверное, единственное, что по-настоящему, по-правдушному освещают человека ныне, вот, это рассуждение о теле и крови Иисуса Христа. Наше размышление о теле и крови Иисуса Христа. Вот это рассуждение само, оно великим благословением является. И Павел Апостол писал, что и в его время многие верующие, к сожалению, неправильно или как бы полуправдой жили, полуправдой, которая хуже, чем откровенная ложь. Полуправда в чем ныне, тоже в которой живут многие очень, к сожалению, верующие, полуправда в том, что это правда должна, не вся правда, что Христос пострадал за грехи наши. Это правда, но это не вся правда еще. Правда не только в том, что Он взял наши грехи на Себя, не только в том, что мы спасены для вечности, для вечного бытия нашего. Знаете ли, но правда в том вся, что Он и взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами Его мы исцелены. Вся правда в том, что Он не только для вечной жизни нас спас, но и для этой временной жизни также. И что Он с нами во все дни до скончания века. И не только это касается всего человечества, так в целом, но это касается и каждого из нас в отдельности. Во все дни твоей жизни Он с тобой, до скончания твоего Он с тобой. И это действительно удивительнейшая правда Божья. А если не так, если полуправдой жить, то тогда будет, как Павел пишет, что и в его время недостойно причащались многие, и не рассуждая о теле Христа достойно, и поэтому многие болели, и немало умирало людей еще. То есть огромные благословения Божьи, исцеления, воскрешения даже, они проходили мимо, получается. Мимо человека. Пусть сегодня с нами не будет такого, пусть с нами не будет такого, пусть в нашей жизни все эти караваны благословения, они не мимо проходят, а приходят в нашу жизнь. Пусть Господь в нас обитель свою сотворит. Действительно, не просто где-то в остре, не просто где-то рядышком, а в нас сущий Бог сотворит свою обитель. В этом есть само причастие. Самое, вот действительно, само таинство. Я знаю, что Христос, Иисус взял на себя мои грехи, простил меня то, что было, то, что есть, то, что будет. И очень сложно, конечно, когда осуждение, когда что-то не так ты совершил, да, и у тебя вот непрощение к себе. Но в этот момент, по мысли о том, что Бог простил тебя полностью, и вот это настолько удивительно, озаряет человека. Бог простил, жить в прощении. И вот то же самое исцеление, допустим, да, симптомы болезни. Вот я приехал, допустим, да, значит, наверное, либо с дороги, либо что, но у меня, например, как ознов такой, значит, и вырвало, и все, значит, и все симптомы, вот, не то отравление, не то что. Вот, и как, а я к причастию готовлюсь, я думаю, вечером сейчас совершу причастие, утром совершил, вот, хорошо. Но я все симптомы болезни, ну, как сложно, я понимаю, что ранами Христа я исцелен, хотя сейчас я чувствую, и мне плохо, и меня вырвало, и все, значит, но я понимаю, что я спасен через кровь Иисуса Христа. И, несмотря ни на что, то же самое у человека, если осуждение какое-то, да, значит, там, смотришь на грехи свои, ошибки свои, несовершенства свои какие-то, да, вот, и надо подняться над этим и взирать на того, кого пронзил грехами своими, и который, действительно, есть искупитель наш, Иисус Христос. И что Он полностью простил, очистил тебя. Будучи болен, ты взираешь и веришь, что сверх веры, сверх возможностей всякой человеческой, ты веришь, что Он, твой Целитель, Он исцелил тебя 2000 лет назад. Слава Богу! И вот это благословение Божье. Пусть сегодня, вот, в нашем причастии, вот, каждый, не частично, я это и к себе говорю в первую очередь, не частично, не полуправда, а вся правда Божья, которая во Христе Иисусе, вся праведность эта Божья. И сегодня размышляем о том, что ранами Христа мы исцелены, ранами Иисуса Христа, кровью Христа Иисуса спасены. И не только для вечности, это вообще уже даже не обсуждается, но это вечность просто, жаря во временном пространстве, нам кажется, вечность это чем-то таким далеким, поэтому в это даже, как ни странно, проще поверить. Вот, потому что, как бы это будет, когда-то колусь там, значит, ну, хай будет, значит, я, значит, спасен, хорошо. Даже это проще принять человеку, чем понять, что и сейчас ты уже спасен. Имеющий Сына Божьего, иметь жизнь вечную, а не имеющий Сына Божьего, не иметь жизни вечной, но не может пребывать на нем. То есть человек, как и весь человеческий род, и все это сущее, к сожалению, под проклятием, но есть выход из проклятия. Взирать на Господа нашего, на Избавителя нашего, на Иисуса Христа. И врата рая, это сам Иисус Христос. Врата Царства Божьего, сам Иисус Христос. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аминь. Так что, друзья, вот это причастие сейчас я благоставляю, знаете, я благодарю Бога, во-первых, благоставляю великое имя Господне. Потому что причащаясь, я погружаюсь в Него, пропитываюсь им, а Он пропитывается мной. Это очень странно, конечно. Вот, для меня Он самый-самый-самый-самый. Я для Него самый-самый-самый-самый. И вот эта любовь Божья, удивительно, что я Ему приближу, моему возлюбленному, Он принадлежит мне. Действительно, это тайна. Конечно, иногда этот процесс быстрее происходит, иногда медленнее. И я заметил, хуже всего, когда начинаешь о себе думать лучше, чем о других людях. Вот, тогда процесс этот очень сильно замедляется вообще. Вот, да, значит. И когда появляется какое-то там огорчение, непрощение какое-то, этот процесс вообще стопорится. Вот, тогда ты, как подвода лодка, она под водой, но в нее вода не проникает. Вот, тогда, я помню, с огурцами пример-то приводил, да, как раз, баптизу. Огурцы, которые просаливались полностью, их называли баптизу как раз вот. Баптизу, значит, они пропитались. А которые мало сол, только лишь на шкурке соль, то они баптизу не считались. Вот, так что, дамы и господа, важно погрузиться в это присутствие Бога, в Бога погрузиться. Вот, и позволить Ему погрузиться в нас, пропитаться Ему. Имейте соль в себе, говорится, да, в Писании. Имейте соль в себе, внутри себя. Не закрываться, как это, подвода лодка, там, в таком, таким корпусом, таким жестким, закрылась от этой воды, что в ней ничего не проникает. Вот, это не баптизу. Даже можно всю жизнь быть в присутствии Бога, вот, значит, плавать там, туда-сюда, да, и совершать какие-то деяния. Вот, но так оказаться сухим из воды выйти, будем договорить, да. Вот, внутри он, все сухо, так же. Вот, не дай Боже. Вот, значит, поэтому, чтобы погрузиться в Бога и пропитаться им, пропитываться им, позволить Ему, Его любви прийти, принять эту любовь. Потому что, ну, другого пути нет спасения вообще, не существует. Спасибо Господу за все. А вообще, о причастии. У кого какие ассоциации, вот, о причастии? Володя, вот, ну, размышлял, наверняка, причастия. Мне, как Сам Божье нравится, что, ну, да, трудно подойти осознавать, как бы, он не совершенный. Ну, ну, так, как бы, как бы, Джозеф Пьес мне нравится, как он рассказывает о причастии, это Сам Божье. Ну, он различает тело, что там, что кровью Иисуса Христа и тело Христа. А самое большое, что мы, как бы, как резерка, включаемся в вилка в приток, но самое как бы в Бог, мы включаемся уже в Божью благодать, вот именно к престолу благодатью приходим. Вот такое чувство, что я причащаюсь и причащаюсь в божественной жизнью, в себя. Вот только сейчас такое. А, с розеткой тоже хороший пример. Ну, что ты, что я подключаю сразу к Богу, что я питаю кровь в крестах, плочь, значит, я в этом, в небесах и аллилуйя. А еще я слышал другой пример, тоже по поводу электроприбора. Значит, там подключен, допустим, да, но есть такой тумблер, он не включен. Вот, значит, мы когда пришли к Богу, мы подключились, но многие христиане подключились, но вот что-то не работает почему-то. Нужно еще тумблер включать, вот этот щелчок сделать. Вот, значит, и вот я рассуждаю, что такие моменты, это как бы какой-то щелчок такой. Для меня это вот, бас, меня пробивает, да, кровь Христа, тело Христа, да, и я снова верчусь. Вот, если вот я об этом не размышляю, вроде бы подключен, вроде бы и все во мне должно функционировать и не работает. Вот, нет этого крутения какого-то. Вот так, что да, с прибором интересный пример такой. Очень. Может, и щелковый УКИД есть, сравнения такие. Вообще, я, потому что про прибор забыл даже, сравнение такое интересное. Причастие, кто вообще только в собрании или, может, кто-то и делает еще дома? Есть у него опыт домашнего? Да, дома. Да, если их тоже, или вот, там если ребенок болит, то есть проблемы. Да. Но сам я проверяю чаще, как бы это дело как, как, зато, как правильник, что как бы стена между проклятием и благословением. Дарья Принц, кстати, говорил. Дарья Принц говорил, как раз, именно о стене, которая становится причастным для, значит, как бы, между освященным, как бы, да, и не освященным. А, Свет Виннис говорит, то же самое. Да. Да, Свет Виннис говорит, то же самое как делал. Да, Свет Виннис говорит. Он чувствовал, что он грешен, но, как бы, каждый раз когда-нибудь делал, он просто больше к Богу приблинулся. О. Угу. То есть, видимо, чтобы нам, пробить нам, да, это сознание, чтобы вот осознать, это такое божественное мысли иметь уже эти, нужно что-то пожевать. По-другому не доходит, видимо, да. Вот, да, значит, хлеба, да, причастие берешь, значит, и размышляешь, рассуждаешь, рассуждаешь. Да, хороший пример. А, кстати, Свет Виннис говорит, что он вообще, да, действительно, он рассказывал там, среди листов. Единственное было исключение у него, когда он в Австралии, он там был на миссии, несколько месяцев даже проповедовал, и поначалу было тоже все очень сложно, там, значит, ну, опять он начал причастие делать, начал, значит, и все возобновилось. То есть, видимо, для него точкой контакта вот такого было именно хлебопринамление, вот точкой контакта с Богом, да, вот именно осознание вот этой, не просто теория, а практика сама, практика. Да, причастие. Да. Ну, как я понял коротко, конечно, это таинство, и когда мы этого не понимаем до конца, ну, допустим, как я понял, это написано, ну, по Писанию, Ефесянам, что мы посажены Иисусе Христе на небесах. Да, мы в Божьем разуме уже на небесах, но мы, когда причащаемся, мы переходим до поднижья Христа, и мы размышляем, что ради нас сделано, что Бог сделал ради нас, оставил Сына Своего Единородного, что сделал Иисус среди нас, мы переходим до поднижья Христа, спускаемся, и вот Иисус, когда Он преобразился на горе преображения, Он сейчас по правой руке отца написано, так, написание, что по правой руке отца и в его теле не кров течет, а слава Божия. Слава Божия. Через это Иоанн пишет про его образ, духовный образ, который появился, что он с золотым поясом перепоясанным, светится солнце, волосы светятся и так далее. И когда мы молимся, священник молится и просит, что Боже помажь, помажь эти дары наши, которые мы принесли, и эта слава, та самая слава, которая течет в крови Господа нашего Иисуса Христа, спускается на эти преображения дары, помажет эти дары, и мы вкушаем эти дары, и мы становимся однокровниками с Иисусом Христа, родными, тими, тими. Вот колокто таки, это, понимание, причастие. И тогда действительно, как бы ты про Маугли, да, мы с тобой одной кровью. Одной кровью. И я, когда мы говорим такое, что это совершается. Это мой наш брат. Это мой наш брат по крови, по крови. Однокровный, правда? Спасибо тебе, Боже, за то, что мы действительно однокровники с тобой. Спасибо, что ты спас, отдав свою жизнь за нас, отдав свою кровь за нас. Спасибо, что в наших жилах твоя кровь течет. Спасибо, Господь, что мы кость от кости Твоей, плоть от плоти Твоей, кровь от Твоей крови. Спасибо. Благослови нас и в этом причастии сейчас и в хористе. Помоги нам сейчас размышлять, рассуждать о теле Христа, о крови Христа. Помоги нам рассуждать об этом спасении через веру в Иисуса. Спасибо. Имея Сына Божьего, я имею жизнь вечную. Боже. И не только в вечности, но уже сейчас имею жизнь вечную. Бесконечную. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь. Благослови Господь. Благослови Господь. И, молясь, благослови хлеб. Бал Иисус. Спасибо тебе, Господь. Царь Вселенной, благодарю Тебя, благодарю Господь за жизнь, благодарю Тебя Господь за это таинство, действительно таинство веры, таинство жизни, благодарю Тебя Господь. За Голгофу, за кровь, мы Тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь, Мы Тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарим Тебя, Отец, благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Господь, за милость, за спасение, за дар вечной жизни во Христе Иисусе, Господе нашим. Дар вечной жизни, дар прощения, дар исцеления, дар освобождения, дар чудотворения. Все Твои дары, Господь, Боже, в теле и крови, в крови Божественной Иисуса Христа, Которая в нас течет и проистекает в теле Твоем, Господь, Боже, оживотворяет все. Боже, потому что обескровленное тело, тело, потерявшее много крови, теряющее кровь, оно не жизнеспособным становится, оно умирает. Боже, но тело Твое живет Тобою, живет кровью Твоей Святою. И мы, как христиане, каждый верующий в отдельности, мы живы лишь потому, что кровь Твоя Святая в нас, потому что она в нашем разуме, она в нашем сердце. Твоя Святая Кровь в наших размышлениях, Боже, ежедневных наших размышлениях о Божественном Даре, Боже. И все данные чудотворения, которые через нас, верующих, Ты производишь, Господь Божий, а все это благодаря крови Твоей Святой, которой мы спасены. Боже, благодаря тому, что Ты, Господь, 2000 год назад взял на Себя наши грехи и взял на наши немощи и болезни и все проклятия, Боже, и пригвоздил ко Кресту. Боже всемогущий, Божественной кровью Твоей Святой мы искуплены, Боже, освящены, очищены, прощены, исцелены, освобождены, благословлены всеми благословениями небес. Благодарю Тебя, Господь Святой, слава Тебе. Благодарю Тебя и благоставляю имя Твое. Боже, мы преодолеваем все силою Твоею, возлюбившего нас, Бога Живаго. Слава Тебе, Господь. Благослови народ Своим миром. Благослови сегодня это причастие, хлебопреломление. Благослови Господь по богатой своей милости, Боже, и соверши то, что вчавшийся и честной кровью Христа Твоего. Аминь. Боже, охлебся и соверши, Господь, телом Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим, святым, соверши то Таинство, Господь Божий, в нас и через нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Иисус, спасибо. Спасибо, Господь, за деяние Духа Святаго. Боже, деяние Духа Святаго сейчас, сегодня, сейчас, в нас и через нас верующих. Боже, и пусть и Дух, и Душа, и тело будут сохранены в пришествии Господа нашего Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благословен Ты, Царь наш. Благословен Бог наш, Спаситель наш. Аминь. 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 Слава Богу. Приломите. Тело Христово. Примите источника бессмертного. Угустите. Аминь. 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 Да, да. Аллилуйя. 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 Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо, Господи. Спасибо. Иисус, спасибо. Господь, спасибо. Мой Бог, спасибо. 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 Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. Спасибо. 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 Благословен Господь, Бог наш, Благословен Отец наш, Благословен Спаситель наш. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Приходить в розуміння, чому чеки Ісус, чеки Ісус, чому нема другого імені під небом, яким належало спастись нам. Амінь. Человеку це не можна. Возможна Богу спасення наша, дару Божию, життя публичну. Спасення наша, во Христе Ісусе. Спасиба Ісусу, спасиба. Спасиба. Сила чудотворная В крови Христа Сила Божья чудотворная В драгоценной крови Христа Сила Божья чудотворная В драгоценной крови Христа Сила Божья чудотворная В драгоценной крови Христа Спасиба. Здрама, очüt. Сила христат. Майде практичайку. Там, в Туле, написали, что налил его себе сок, вот так что видите, благодаря интернету можно иметь общение евхаристическое даже. А интернет Бог придумал, чтобы мы распространялись по здоровью. А когда мы с Богом, любящим Господа, призванным по Его изволению, все ко благу содействует. Спасибо Господи Боже, благодарю Тебя Господь Боже за это хлебопреломление, за это причастие к телу и крови Твоих. Благодарю Тебя Господь за жизнь вечную. Боже, прямо сейчас, Боже, в этот момент, Боже, хлебопреломление, причастие, Ты, Господь, действуешь в нас верующих, больше и больше, Господь. Дары чудотворения, Боже, во имя Иисуса Христа, сестры, братья, возлагайте руки на больных, они будут здоровы. Христос в нас, упование и славы, благовествуйте о Христе, имя Иисуса провозглашайте, имя Иисуса сильнее всего в этом мире. Перед именем Иисуса Христа всякое колено склоняется небесных, земных и преисподних. Небесных уже склонилось, земных так 50 на 50, но и преисподних склоняется. Но однажды все преклонится. И когда Бог приходит, Бог являет свою славу, то все преклоняется, все покорное имени Христа. Спасибо тебе, Господь. Благослови народ свой миром, своим шаломом во имя Иисуса. Боже, благослови отца Виктора и его семью, Господь Божий. И удостой нас, Боже, быть Господь в общении, может быть, в следующем воскресенье. Помоги Господь ему быть с нами во имя Иисуса. Боже, благослови Кифу сегодня там в Сумах проповедь, благослови его возвращение обратно в Киев. Боже, благослови завтрашнее общение с ним, Боже, благослови, Господь, по богатой своей милости. Распусти народ своим миром, шаломом своим, Господь, благослови, Господь, во имя Иисуса. Благослови Украину, здесь, на берегах Днепра, пусть действительно льется эта песня. Иисусу слава, слава Иисусу навеки, слава Богу Святому. Боже, пусть имя Иисуса, Боже, воссияет Господь. И в эти дни предвыборной гонки, рекламы политической и прочее, пусть Господь, Боже, имя Иисуса прославится, Господь. Во имя Иисуса прошу тебя, Господь, благослови, 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 благослови. Аллилуйя. И пусть пробудятся народы все, Господь, Боже, принимая Твою любовь, Господь, Твое прощение, Твое исцеление, Твое благословение. Аминь. 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 Витаю всех. Витаю всех. Слава Богу. Здорово. Здорово. Можно возьмите. Я все с трудом. Я знаю. Я знаю. Спасибо. Аминь. Третья шутка. Я знаю. Режиссер. Ты сам жил. Я живу в Хелене. Я знаю. На мере. Ничего не делу. Я думаю. Можно. Просто, что я вам? Субтитры делал DimaTorzok Исправлюсь Что говорите? Открытое, что закрытое Сейчас, сейчас Он тоже собывает Алексей его встречил А вас радовался? А ты радостный Нормально Не надевай шашал Нормально Нормально Что, твой вкусный попьям? Нормально 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 Я напишу Нормально Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok